Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не знаю, как быть, помогите. Я на грани, сегодня чуть не покончила с тобой, вообще не вижу смысла жить. Мы встречались с парнем три года. Вначале он долго ухаживал, я его воспринимал как друга, но потом начали встречаться, он был первым во всем. Через год съехались, жили вместе, ссорились по пустякам, бывало, но он всегда заботился, ухаживал, все делал для меня, носил на руках. Мы говорили клятвы друг к другу, мы очень любили друг к другу. Последний год он больше, он больше одел воспринимать его любовь как должное. Ну, наверное, здесь имеется в виду, что он больше проявлял любовь. При этом я так же горел от него, но и одно, мне было хорошо. Я стал меньше заботиться, вообще ему не звонил раньше каждый день. Он по-прежнему звонил много раз за день, мило и искренне общался, слышал меня, делал все, как я прошел. А когда он говорил, что его что-то не устраивает, я не менялся, ничего не делал, лишь обижал. Думал, он придумывает, и я не могу себя так вести. В общем, после ссоры он заходит домой, говорит, вещи собирай, работай, ищи, и уезжай. Он, кстати, на 5 лет старше. Я в шоке спрашиваю, почему, он говорит, я тебя не люблю, ты мне не нужна, я разъезжаю. Я в шоке была, собрала вещи и уехала. Но как он так меня разлюбил? Как? Вот на днях мы выбирали квартиру и планировали ребенку, он совсем недавно сделал мне предложение. И тут такое, я думал, это обычная ссора, мы обязательно помиримся. Но нет, он настроен серьезно, это конец, как мне быть? Я очень его люблю, но не ценила, потому что через 2 дня я пришла к нему на работу и решила все выяснить. Дядя пустой я, а раньше он так смотрел на меня. Он начал объяснять, почему так произошло. Я была в шоке, начал мне глаза, сказал, что я ничего для него не делал, не снил, не заботился, приводил примеры, чувствовал себя одиноко. И сказал, я хочу себе нормальную девушку, которую буду словать, обнимать, и она не будет отворачиваться, что ей неприятно. И только тогда я вспомнил, как я относился к нему ужасно, что мне делать, как вернуть его, и я люблю его. Вероника, ну, здесь ситуация такая, что бросается в глаза сразу 2 момента. Первое, это то, что вы вообще-то как-то очень быстро, на мой взгляд, движетесь по жизни, вот, не замечаете каких-то моментов, вот, в себе и, соответственно, в других людях. То есть вам бы немножко как-то замедлится, вам бы немножко как-то побольше бы внимания обращать на себя, да, на свою внутреннюю жизнь, на свои внутренние процессы психологические, так скажем. Вот, это первое. Второе, на что хочется обратить внимание, это то, что вы много, достаточно внимания уделяете тому, как он к вам относится. Из-за этого несложно сделать вывод, что вам важны и цены то, как вы чувствуете себя с ним. То есть это похоже на страсть, когда я люблю не человека, а люблю себя с человеком, да, вот это вот нужно отграничивать. Но это, в принципе, указывает вся ваша история, ваше поведение и так далее. Третий момент, на который хочется обратить внимание, это то, что вы обобщаете, вы говорите мы, 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 как мне кажется, это проявление слияния, потому что здесь нет я, здесь довольно мало я. Хотя я у вас присутствует, но, на мой взгляд, не осознанно, да, то есть, ну, вы вроде бы говорите, что вот я там, кто-то, кто-то, но как бы более глубоко вы в это не погружаетесь, хотя это очень важно. И последний момент, на который хочется обратить внимание, то, что когда происходит что-то вдруг, то это происходит из-за того, что вы все-то не заметили. Вот, и, соответственно, это говорит о вашей невнимательности, о неосознанности, соответственно, внимательности и оцентренности здесь нужно повышать. Для этого нужна психотерапия. Дальше, значит, теперь пройдемся более подробно по вашему тексту и разберем более детально то, что вы описываете. Значит, в первой части вы пишете про то, что на грани жизни покончили с тобой, вообще не видите смысла жить. Это про то, что единственным или главным смыслом вашей жизни является как бы вот молодой человек. Да, помимо него у вас как-то вот своих собственных целей, своих собственных ценностей, своих собственных векторов поведения, своих собственных каких-то вот мотиваций, да, нет. И чувствуется как бы у вас вот направленность на, там, условно, семью, ребенка, это, конечно, хорошо, но помимо этого, ну, нужно, чтобы было еще что-то ваше, чтобы вы сами шли куда-то, чтобы вы сами развивались, чтобы вы сами к чему-то стремились, ну, вот, чтобы вы реализовывались. Этого как бы нет. Поэтому здесь, ну, необходимо понимать, что вот то, что происходит, это говорит о том, что вообще-то вы сконцентрировались полностью на человеке, да. Вот, при том, что вам эта сконцентрированность на человеке, она в какой-то степени вышла даже боком, потому что вы, словно почувствовав, да, что, ну, вот, слишком как бы близко, да, находитесь рядом к кому-то, а вы вот начали отдаляться, это, на мой взгляд, происходило не случайно, на мой взгляд, это произошло не случайно, а потому что вы вот как бы интуитивно, да, опять же, неосознанно ощущали, что вот слишком близко вы к человеку, нужно как бы отдалиться. То есть это, в данном случае, нормально. То есть это защитный механизм, так скажем, вашей психики сработал, я бы не сказал, что это прям очень слишком плохо. То есть, парадоксально, но то, за что вы себя вините, это, в принципе, является таким позитивным моментом, потому что изначально ваши отношения выстраивались несколько невротически, как мне кажется. Дальше, вы говорите, что встречались с парнем три года, соответственно, я рекомендую вам здесь изучить кризис трёх лет в отношениях, это важно. В три года, в три года, как правило, исчезает влюблённость, и, соответственно, если между людьми выстраиваются какие-то отношения, если между людьми, ну, образуется что-то общее, то, соответственно, отношения продолжаются. Если нет, то начинаются проблемы, скандалы и так далее. Дальше, вначале я долго ухаживал, я его воспринимал как друга. Ну, вот, да, здесь очень важный момент. Вы видите, что человек за вами ухаживает, вы видите, что человек относится к вам не как другу, вот, но вы воспринимаете его как друга. Что здесь? Здесь у нас некоторое отношение и восприятие близости, ну, я имею ввиду эмоциональные, интимные близости в том числе, вот, и вместе с тем здесь у нас наблюдается восприятие определённым образом себя с точки зрения гендерной модели поведения и мужчины с точки зрения гендерной модели поведения. То есть, мужчина меня должен завоевать. Как бы, если такая позиция присутствует, что мужчина должен завоевать, то это всегда чревато тем, что после того, как завоевание произойдёт, не совсем понятно вообще, что дальше будет. То есть, ну, вот, вас завоевают, как бы, да, а дальше-то что? Вот, ведь, если человек воспринимается как такая вот призовая ценность, то сложно достаточно увидеть в человеке что-то ещё. То есть, вы как бы интуитивно, да, грубо говоря, набивали себе цену, когда он за вами ухаживал, а вы его воспринимали как друга, думая, что вот он за мной там поухаживает какое-то время, я пойму, что он действительно там ко мне что-то чувствует и вступлительно в отношении. Это желание себя обезопасить. Но вопрос вызывает происхождение этой потребности себя обезопасить. Отчего вы себя пытаетесь обезопасить, ну, или пытались обезопасить. Дальше. Вы пишите. Потом начали встречаться. Вот здесь игнорирование своей собственной ответственности, своих собственных решений. Вы решили в какой-то момент, что хотите с ним встречаться. Как, почему, что изменилось, что вы к нему чувствовали тогда, не совсем понятно. А это важно, потому что отголоски того, что вы чувствовали и воспринимали тогда, совершенно очевидно, совершенно очевидно присутствуют и сейчас. Это слышится сейчас. А поскольку вы тогда этого не очень осознавали, не очень отдавали себе отчёт в этом, судя по всему, то есть сейчас вы не очень осознаёте, не очень отдаёте себе отчёт в этом, судя по всему. Дальше. Он был первым во всём. Опять же. Здесь важно значение того, что человек был для вас, как вы говорите, первым во всём. То есть что для вас это, вообще-то говоря, значит? Что для вас это, вообще-то говоря, означает? Это важно. Дальше. Через год съехались, жили вместе, ссорились, по пустякам бывало, но он всегда заботился, ухаживал, всё делал для меня, носил на руках, мы говорили клятву друг другу. Ну, друзья. Съехались. То же самое, что и начали встречаться. Никакой личной ответственности нет. Жили вместе, то же самое, и ссорились, то же самое. Здесь я рекомендовал бы вам изучить психологическую игру «Скандал». Она, эта психологическая игра «Скандал», начинается тогда, когда люди боятся некоторого сближения, когда люди не совсем искренне с самим собой и, соответственно, с другим человеком. Вот. Тогда выникает ссора, как правило. То есть, ссора – это своего рода такая вот производная от, ну, от, можно, если так выразиться, производная от сдерживания. То есть, я что-то в себе сдерживаю, да, я что-то в себе пытаюсь, например, сдерживать, а потом это вливается в ссоры, как бы. Вот. То есть, момент – это, момент – это, ну, далеко не самый, надо сказать, приятный. Ну, естественно, да, это не самый приятный момент. Но это важно увидеть, это важно определить, это важно выявить. Потому что ссоритесь вы, ну, вот не просто так, в данном случае. Дальше. Дальше. Вот вы говорите, значит, ссорились, но он себя заботился, ухаживался, взял для меня на стол на руках, мы глядывали друг другу. Вот, опять же, здесь, обратите внимание, больше про что? Здесь больше про то, что вам важнее, или важнее, или важнее отношение человека. То есть, то, что мы ссоримся – не важно. Вот. Важно, что он всегда заботится со мной на руках, т.д. и т.п. Вот. То есть, иными словами, то, что у нас есть некоторые трудности в отношениях, да, не так важно, как то, как он ко мне относится. Вот. Это позиция, она свидетельствует о том, что с личной ответственностью у вас есть некоторые трудности. Вот. Понимаете, да, я надеюсь, о чём в данном случае я говорю? Вот. То есть, вы, как бы, вот, получается, игнорируете проблематику, которая, ну, вот, у вас в данном случае есть, компенсируете, или, можно сказать, ну, пытаетесь, да, вот, компенсировать её отношение молодого человека к вам. А молодой человек, в итоге, чувствует себя, в общем-то, одиноким. Вот. не столько потому, что, не столько по тому примеру, чего он вам приводил, сколько потому, что, ну, как бы, ну, он чувствовал, что за счёт него это всё компенсировало. Как бы, ну, и в какой-то степени это тоже является проблемой, что вам важнее то, как человек к вам относится, а не то, что вы к нему чувствуете, и не то, например, почему вы, допустим, делаете, там, те или иные вещи, ну, к примеру, да, опять же, к примеру, сейчас я просто говорю, вот, про определённые примеры, так сказать. Дальше, вот, то, что вы перечисляете, это выглядит, как, знаете, как такое вот успокоение, то есть, несмотря на ссоры, да, он меня успокаивает, что у нас, там, грубо говоря, да, вот, всё будет хорошо, там, несмотря ни на что, к примеру. Вот. А это же позиция, это, по сути, ребёнка. То есть, я могу делать, что хочу, да, я могу вести себя, как хочу, могу особо, там, могу особо не париться, могу особо не, ну, не брать на себя, как бы, личную ответственность, да, за вот то, что происходит, а всё равно он, там, условно говоря, всё разрустит, вот. Ну, естественно, это тяжеловато для человека. Дальше вы пишите, мы очень любили друг друга. Ну, опять же, вот, кто мы, как бы, да, то есть, каждый человек любит по-своему, и вам бы здесь про себя бы больше поговорить, вам бы здесь про свои бы чувства как-то вот больше, но вы уходите в мы. Вот. А мы – это, по сути, пустота. Понимаете, как бы, мы – это никто. Мы – непонятно, кто мы, что мы, и так далее. Почему в психологии, да, допустим, подобно, как раз, таки, вот, ну, как бы, слияние. Вот. Почему в психологии, вот, подобное, ну, именно считается, ну, деструкцией. Вот. Потому что, когда есть мы, то как-то вот в целом, да, не совсем понятно, кто за что отвечает. К сожалению. Опять же. И это, на мой взгляд, ну, не может, не быть, не быть, а проблемы какой-то, да, это не может быть трудностей. Вот. Ну, и, повторюсь, что ссоры, они на ровном месте не возникают. Вот. То есть, если ссоры случаются, значит, у этого есть какие-то основы. Последний год он больше, значит, ну, он больше проявлял активность, да, я стал воспринимать любовь как должное. Вот. Это тоже достаточно важный такой момент, что если вы стали воспринимать любовь как должное, то, первое, вы как-то воспринимаете, ну, вот, эту любовь, эту любовь, как-то вот вы воспринимаете ее, ну, несколько специфическим образом. Вот. Ну, грубо говоря. То есть, что значит специфическим образом? Это значит, что любовь, ну, в данном случае, вот как раз, любовь, ну, например, любовь мужчины, да, допустим, призвано вам как бы что-то компенсировать. Вот. И когда вы условно насытились, да, когда вы условно говоря удовлетворились, вам это стало не так важно. вот. То есть, ваша потребность удовлетворена и все. Дальше можно, в принципе, расслабиться. И дело здесь не в том, как может показаться, да, дело здесь не в том, что вы не должны расслабляться. Дело в том, что отношения больше похожи в данном случае на зависимость. Понимаете? Да. Отношения больше в данном случае похожи именно на зависимость, а не на, как бы, ну, здоровые отношения, там, условно говоря, там двух, ну, двух, не знаю, двух зрелых людей. К примеру. Опять же. Вот. То есть, то есть, проблематика здесь вот такая. Идем дальше. Идем дальше. При этом я так же горел к нему, но и одно мне было хорошо. Ну, вот, как бы, здесь тоже такой вопрос, на мой взгляд, важный. Что вы, что вы имеете в виду, да, что вы подразумеваете под тем, что, вот, ну, как вот вы говорите, да, что вы подразумеваете под тем, что вы, там, к нему, ну, вот, что вы к нему, ну, горели. Вот. Что вы под этим, ну, подразумеваете, скажем так. Да. Вот. Это, на мой взгляд, очень такой важный момент, потому что, если вы сами, вот, как-то не очень хорошо для себя, а, данный момент, а, опять же, осознаете, то будут трудности у вас. Что значит горело и воспринимало как должно? В следствии чего, как вы, например, пришли к тому, что это воспринимали как должно? А ответ-то он, в общем и целом, достаточно простой здесь ответ. Ответ здесь в том, что для вас это была некоторая такая рудиментарная, можно сказать, потребность, удовлетворив которую вы просто обрели свою, ну, свой уровень комфорта, так скажем. Вот. А не, как бы, ну, желание там, грубо говоря, да, а не желание там, грубо говоря, человека, ну, там, любить и что-то для него делать. Вот. К сожалению. Поэтому, а, здесь очень важно на эти вещи обратить ваше внимание. То, что это неспроста. Так. Дальше. А, значит, я, а, так, не горело, но мне было хорошо. Да. Вот. Видите, как бы, то есть вы свою потребность удовлетворили, всё, можно и действовать. Вопрос только в том, что именно вы делаете. Я стал меньше заботиться, вообще мне звонил, а раньше каждый день. А что изменилось? Он по-прежнему звонил много раз, милый со мной общался, он слышал меня делать, сколько я прошел. Вот. Для вас это важно. То есть вы получили для себя то, что вам было нужно, и всё. А, когда он говорилось, что вы что-то не устраивает, я не менялась, ничего не делала. Почему? Лично обижалась. Из-за чего? Обида – это не случайное чувство. Обида – это чувство, как бы, чувство следствия. Это следствие, например, например, это следствие определенных ваших ожиданий, допустим. Ну, как вариант. Как вариант. Обида – это следствие ваших ожиданий. Обида – это следствие ваших привычных, готовых моделей поведения. То есть вы обидой, например, привыкли реагировать на то, когда человек вот, ну, о себе, скажем так, заявляет. И это не случайно. Вот. Это не случайно. Это также можно назвать, в какой-то степени, бегством от ответственности, ну, вот, своей, бегством от ответственности своей. Вот. Из страха перед ней, перед ней, к сожалению. Дальше. Думал, он придумывает, я не могу, я не могу себя так вести. Ну, здесь надо поподробнее, что значит он придумывает, почему вы так решили, и что значит не могу себя так вести. Видите, да? То есть, как бы, особенностей у вас здесь достаточно мало. В общем, после суры он заходит и говорит, если вещи собрай, работаешь и уезжай, я в шоке спрашиваю, почему. Вот, шоковое состояние, опять же, удобное, тем же, что ненужно самостоятельно понимает решение. Он говорит, я тебя не люблю, ты мне не надо, заезжаемся, я в шоке собрала вещи и уехала. Почему вы это сделали? Я вам скажу. Ожидали, что вернёт. Здесь это манипуляция. Как он так меня разлюбил. Как? Вот. Здесь вы переключаетесь на него. То есть, для вас важнее, как так он вас разлюбил. Вместо вопроса о том, как я оказался в такой ситуации. Куда я иду, куда я движусь. Дальше. Вы пишите на днях, мы выбирали квартиру, планировали ребёнка, он совсем недавно сделал мне предложение. Это вас успокаивало, это давало вам уверенность. Но вы бы понимали, это как должно быть. То есть, в этом не было, как бы, вашей реализации, очевидно. Да? И тут такое, я думал, это обычная ссора, мы обязательно поймёмся. Как? Кто мы? Нету настроений серьёзные, это конец. Как мне быть? Чтобы что? Что? Учиться жить, в первую очередь, своей жизнью. Чтобы касаться других людей своей жизнью, а не впадать в зависимость, условно говоря. Я очень его люблю. Давайте разберём, что это за любовь, где вы не видите смысла жизни без человека. Я бы сказал, что это не совсем про любовь. Дальше, но не ценила его. Давайте разберём, каким образом вы пришли к тому, что перестали его ценить. Через два дня я пришла к нему на работу и решила всё выяснить. Опять же, вы решили узнать у него, как обстоят дела, но не поделиться своей позицией. Взгляд пустой, а раньше он так смотрел на меня. Что для вас это значит, что я на вас смотрел? Это значит любовь. А любовь значит, что вы нужны. Понимаете? Он начал объяснять, почему так произошло. Я была в шоке. Опять же, шок. Удобное состояние, об этом я уже говорил. Сказал, что я ничего для него не делал, не ценил, не заботился, чувствовал себя одиноко и сказал, хочу себе нормальную девочку, которая будет целовать. А, понимаете, она не будет отворачиваться, что ей неприятно. Здесь надо сказать, что мужчина отвечает вам той же монетой, что и вы. В том смысле, что, так же как и вы, здесь идёт несколько предметное восприятие вас. Здесь идёт сравнивание вас с другими девушками, к сожалению. И здесь идёт, как бы, на самом деле, также уход от ответственности. Потому что его претензии к вам, по большому счёту, это вопросы к нему. Но если вы ничего не делали, не сынили и не заботились, зачем он был с вами, да, как бы, в расчёте на то, что он изменится. Вот, то есть вы друг от друга ждали, что каждый из вас изменится. Ну или, по крайней мере, меняться не будет. То есть, да, такая вот противоречивая немного история. Дальше, доктор Дайл вспомнил, как я относился к нему. Вы вспомнили об этом не просто так, потому что вы вспомнили об этом перед возможностью потери его. А потерять его для вас страшно. Потому что вы потеряете ту возможность удовлетворять свою потребность, ту возможность твёрдо стоять на ногах. То есть, здесь чётко усматривается, что молодой человек для вас – это костыль, на который вы опираетесь. Как и, в принципе, в любых зависимых отношениях это происходит. Что мне делать? Работать над теми аспектами, которые я указал. Как вернуть его? Никак психологи не занимаются возвращением кого-либо. Если вы будете над собой работать, возможно, это откроет перспективы для гармонизации ваших отношений с молодым человеком. Если он, так же, как и вы, займётся психотерапией или хотя бы столкнётся с тем, что увидит ваши изменения. Но изменения сделаны не для него, а для вас самой. То есть, вам нужно увидеть, что вы себя в этом контексте, вообще-то говоря, не любите. Вы себя, вообще-то говоря, не видите как отдельного человека, как отдельную личность. То есть, как что-то, что обладает определённой ценностью. Здесь личность я бы хотел употребить именно в таком значении. Вот. И далее вы говорите, я его люблю. Ну, опять же, здесь как бы вот про любовь, да, хочется поговорить, потому что, ну, когда любят, это всё-таки, знаете, про такое вот, наверное, во-первых, безусловное принятие человека в контексте его каких-то поведенческих выборов и так далее. Но в то же время это желание сделать человека счастливым и это готовность отпустить, да. То есть, это вот готовность отпустить человека. И, как бы, поскольку, судя по вашему описанию, ни один из этих критериев под, значит, ну, под ваш любовь не подходит, то есть большие, как бы, сомнения в том, что говорите вы именно про любовь. Вполне вероятно, что вы его любите. Вполне вероятно, что вы его любите. Элемент любви вполне вероятно присутствует. Но, помимо этого, присутствует и то, о чем я говорил, здесь свой ответ. И пока это будет, вам будет сложно выстроить отношения гармоничные, чтобы они не завершались столь драматично, как для вас, так и для вашего молодого человека. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, сформулировать для себя в виде обратной связи проблематику, над которой бы вы хотели поработать. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...